Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Нягань. Губернатор Югры приняла участие в фестивале людей с ограниченными возможностями здоровья. Юные изобретатели показали главе региона новейшие разработки, которые помогут упростить жизнь инвалидам. Также Наталья Комарова провела профильный совет. Обо всем подробнее в материале Софии Исаак. Танцевать может каждый, так считают эти люди. Люди с ограниченными возможностями здоровья. И они доказали это. В этом году проект «Танцы без границ» выиграл президентский грант. Теперь в Нягане активно развивают инклюзивные танцы. Люди, имея какие-либо ограничения, также могут плясать наравне и с танцевальными коллективами. У нас не так много было времени. И покажем то, я думаю, что достойно наши ребята сегодня выступят, представят себя, свое творчество. На фестивале творчества «Оптимисты-2018» люди с ограниченными возможностями здоровья не только танцевали, но и читали стихи, пели и выступили на инвалидных колясках. У красоты очень много имен. Есть привычные имена, есть новые имена. И сегодня мы увидели, что когда мы говорим о прекрасном, когда люди поют, когда люди танцуют, самое главное, когда мы понимаем, как непросто зачастую это сделать, это вызывает глубочайшее уважение и восхищение. После фестиваля начали работать интерактивные площадки. Их посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Некоммерческие организации проводили различные мастер-классы. Больше всего главу региона впечатлила площадка по робототехнике. Юные югорчане презентовали современные разработки для детей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, электрическую зубную щетку, умную дверь, газоноукладчик и другие изобретения. Это, например, киберпротез. То есть предназначен он для детей, у которых отсутствуют фаланги. То есть за счет того, что срабатывает электроника, то есть механизм используется в работе. После экскурсии по интерактивным площадкам в Нягоне состоялся совет по делам инвалидов в Югре. Одной из тем стало развитие инклюзивного образования в регионе. Наталья Комарова отметила Сургутский госуниверситет. В УЗИ есть практически все для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь и специальные оборудованные места для учебы и проживания студентов с инвалидностью, а также различные центры объединения для инклюзивного образования. Стоит отметить, что для студентов с особыми возможностями здоровья в Югре обучение в ВУЗах бесплатное. Вам выдают путевку специальную. Не просто ты пошел, да? А тебе выдают путевку о праве быть зачисленным в ту или иную образовательную организацию. Ну вот о чем речь идет. Или направление на работу в ту или иную организацию. Вот о чем речь идет. Важно же оформить соответствующим образом. Также Наталья Комарова отметила, что многие югорчане добиваются высоких результатов на чемпионатах Обилимпикс. По ее мнению, это подтверждает, что люди хотят и умеют работать. Глава региона поручила профилям департамента в будущем году привлечь еще больше людей к региональному соревнованию среди инвалидов. София Исаак, Лев Рыжков, телерадиокомпания «Югра», Нягонь. Субтитры создавал DimaTorzok